Итак, как всегда, в рубрике «Верю-не верю» мы будем проверять интуицию и эрудицию Анны Малаховой и, разумеется, будем играть. Правила точно такие же у нас остаются, будет пять вопросов. За правильный ответ Анна Малахова будет получать два балла, за смешной – один балл. Ее задача – ответить либо правильно, либо смешно. Все очень просто. От вас нужно, собственно говоря, загадать или пожелать, чтобы Анна Малахова набрала более пяти баллов. Присылайте мне остроумные ответы. Я хотя бы буду не умная, зато смешная. Ну что, начнем? Ну давай. Ну поехали. Вопрос первый. Ой, ты как-то ухмыляешься у меня сразу. Так. Птицы, крокодилы и дельфины имеют способность к… Птицы, крокодилы и дельфины имеют способность к… Плаванью. Плаванью. Птицы, крокодилы и дельфины имеют способность к размножению. Ну это бесспорно. Ну сплавание, давай разобьем эту тему. Сплавание? Да. То есть я нащупала где-то. Имеют способность к… Ходить по воде. Да, сколько раз мы видели. Когда дельфин рассказывает… Знаменитую историю, да. На своих восьми лапках. Конечно. Ну что, один балл мы тебе все-таки отдаем за смешной ответ. Птицы, крокодилы и дельфины имеют способность к однополушарному сну. Очень простой факт. Дело в том, что… Все же это знают. Эти животные могут одной частью мозга спать, а другим лидить. Прям как я. Я вот тоже сквозь сон могу. Ой, жарко, жарко, что-то надо открыть окно. Ой, ой. Вот видишь, а я в таком состоянии, как правило, веду эфир. Ну что, вопрос следующий, вопрос номер два. Продолжи фразу. Низкий уровень холестерина в крови провоцирует… Низкий уровень холестерина в крови провоцирует нужду в шоппинге. Низкий уровень… Размеялся. Низкий уровень… Что там еще раз? Низкий уровень холестерина в крови повышает… Провоцирует на переедание. На переедание. Хорошо, ну один балл мы тебе точно засчитываем. Все-таки удалось тебе вызвать улыбку на моем лице. И даже легкие ха-ха Низкий уровень холестерина в крови провоцирует агрессию, между прочим То есть это, получается, худые люди злые? Да, вот почему после круассана Анна Малахова становится чуточку добрее Ну что, вопрос третий Латинское название мышц переводится как? Как кубическая форма Как латинское название? Мышц Кубикус мышцус Мышцус Так, возможно, звучит на латинском, но как переводится? Перевод слова мышцы с латинского С латинского, да С латинского мышцы переводится как? Холмы на теле Хорошо, за счет идет этот ответ Один балл тебе снова приплюсуем У тебя их уже три На самом деле, латинское название мышц переводится как маленькая мышь И, кстати, мы благодарим Влада Изюминка за фото из личного архива Спасибо большое Спасибо, Влада Прозвища римского императора Каллигула дословно переводится как? Ракула Опять перевод нужен Каллигула переводится как любитель поносить и фужеры, и копья И фужеры, и копья Хорошо Любитель поносить венок терновый на голове Терновый именно, никакой другой Хорошо, но даже про то, что ты употребляешь в своем предложении слова поносить Мы все-таки, да, ты заслуживаешь один балл, поэтому у тебя их уже четыре Я аутсайдер Как же переводится Каллигула? Прозвище римского императора Каллигула дословно переводится как солдатский сапог Ну здесь сложный вопрос, признаемся честно Но ты справилась Я бы не догадала Все-таки за терновый венок Максимум кроссовок Ну что, переходим к последнему вопросу У тебя уже четыре балла Ой, речки Подожди, Анна, все вперед Сердечный ритм влюбленных людей синхронизируется, если они в течение трех минут будут У меня только неприличные мысли Пожалуйста Можно еще раз озвучить? Пожалуйста Сердечный ритм влюбленных людей синхронизируется, если они в течение трех минут Смотрят на акции в супермаркете Если они в течение трех минут смотрят на стоимость кольца от кортье Ну здесь, мне кажется, у мужчин это все-таки ритм будет по... Три минуты они на что-то смотрят Они смотрят И у них синхронизируется Тогда они смотрят на свою кардиограмму Очевидно, зато... Ну хорошо Я тебе даже за три очень смешных ответа Очень смешных ответа вручаю полтора балла Ты мне лестишь Ну и пусть Моя игра, мои правила Друзья, пять с половиной баллов заслуживает Анна Малахова в сегодняшнюю игру Правильный ответ Сердечный ритм влюбленных людей синхронизируется, если они в течение трех минут будут смотреть друг другу в глаза Поэтому, друзья, у вас есть возможность проверить это прямо сейчас или чуточку попозже, когда ваш влюбленный, ваш друг, партнер, ваш супруг проснется Да, кстати, важно, чтобы напарник, скажем так, партнер не был хомяком, потому что у хомяков сердце бьется 450 раз в минуту Это была рубрика «Верю, не верю» и продолжаем Спасибо большое, Кирилл Интересные факты, как всегда, и мы не очень островумные ответы Но, тем не менее, я много всего нового и полезного узнала Спасибо тебе большое